Где-то когда-то был праздник большой, там веселились с открытой душой. Я вот с такого возраста слышал самую разную этническую музыку. Я участвовал в свадьбах не как музыкант, а скажем, как маленькие зрители. Мы там ползали под столами где-то, что-то, чего-то, а это все в уши и в душу проникало. И когда я уже задумался над тем, чтобы создать ансамбль, который будет играть музыку народов мира, во-первых, потому что моим кумиром был Игорь Моисеев, во-вторых, мой первый педагог Петр Мартынович Костев постоянно рассказывал об этом ансамбле, постоянно выдоражил мою фантазию в этом плане. В-третьих, я не знал, какую музыку мне играть, то ли русскую, я наполовину русский по отцу, наполовину украинец, по матери, из старинного казачьего рода. И вместе с тем я знал цыганскую, мне нравилась корейская, нравилась мне и плюс Игорь Моисеев. Мне пришла эта идея в голову, но я прекрасно понимал, что студенту первого курса Государственного института культуры никто и нигде, ни за какие коврижки не позволит создавать какие-то грандиозные ансамбли. Ну кто я такой есть? Фармишка из Новомосковской, всей заслуге, что я отслужил армию. Вот собственно и все. Вот. Это естественный путь, я к этому пришел, у меня не было там альтернативы. Или этника. Я знал, любил, чувствовал этнику. И сразу, это был выбор с детства, поэтому... И мне еще говорят, когда, конечно, родители меня отвели в музыкальную школу, это не совсем так, это я их взял за руку и отвел в музыкальную школу. Я просто в жизни не мыслил без музыки. Я в интернете прочитала, что вы были знакомы с Владимиром Высоцким, с Игуджами. Правда ли это, если так... Это правда, это правда. Влияли ли они на мое творчество? Пожалуй, когда я стал постарше, это уже было после смерти Владимира Семеновича, я начал ощущать влияние его песен на меня. Вот в том возрасте, когда я познакомился, это был 1977 год, и мы встретились в Париже. Конечно, в России негде было встретиться с Высоцким. Встретился в Париже. Нас всех туда свезли на грандиозные мероприятия, посвященные 60-летию советской власти. Это было крупнейшее мероприятие за рубежом. Командовал всем этим парадом замечательный, тоже мой кумир, замечательный режиссер Иосиф Михайлович Туманов, который в памяти народной остался с закрытием и открытием Олимпийских игр и улетающим мишкой. Он нас привез в Париж, и мы должны были играть все в спектакле песни и танцы русских революций. Мы должны были играть роль крепостного оркестра графа Шереметьева, потом мы были революционными матросами, потом мы были казаками Стеньки Разина. Ну как бы во всех абсолютно картинках мы участвовали. Но самая главная наша роль, то что под нашу дудку действительно плясал балет Большого театра. Мы играли голод Люли, а балет Большого театра был крепостной балет графа Шереметьева. Мы были в Камзовах, в Париках, с нашими, как сказал один француз дурацкий Николич. Но мы тем не менее вошли в энциклопедию, потому что это оказался уникальный состав. Вот пять человек, Желейка, я с него начал. А потом, когда мы уже поступили в Москонцерт, вот тогда я уже обновил окончательно и потихонечку набрал коллектив для Большого ансамбля. Так вот, о Высоцком. И Валерий Семенович в составе своего театра, театра на Таганке, приехали туда, они выступали в нашем зале, вот в этом, это павильон де Пари. И, кроме этого, они играли Гамлета, они играли еще несколько спектаклей в комедии «Францесс». Мы, естественно, туда проникли, мы, естественно, общались с Владимиром Семеновичем. Он настолько был прост, что даже вот, я до сих пор вспоминаю, мы говорим, дайте нам автограф там. А как Вас называют, Владимир, как Ваше отчество? Володя Я. Володя Я. Я вот просто интонацию даже помню. И как-то он, вот расстояние между нами, сопляками, там, да, из ансамбля «Желейка» и вообще какая-то там бригада, только-только молоко на губах не обсохло, еще только-только пришли в искусство, и вдруг такая глыбища, да, как Высоцкий. И он так запросто обращался, ну, я не знаю, наверное, те люди, которые могут себя назвать друзьями Владимира Семеновича, наверное, ну вот, например, мой сейчас уже близкий друг Георгий Юнголь-Келькевич был с ним очень дружен. И много чего рассказал, что Володе нельзя было похлопать по плечу, вот даже близким друзьям. Вот. Но нам казалось, что он такой простой, такой вот доступный, такой душевный, что, ну, просто вот, можно сесть там, выпить и так далее. Ну, это на самом деле не так. А вот что касается влияния Высоцкого тогда, то его не было никакого, потому что я занимался этникой и бредил только своей идеей. И для меня не существовало, собственно, ничего и никого. А потом, конечно, когда я немножко поумнел, я уже понял, насколько Высоцкий был велик, насколько это был замечательный поэт, в первую очередь, да, уникальное совершенно явление нашей страны. И дай Бог, чтобы все-таки те, вот Никита Высоцкий, который занимается очень много пропагандой и творчеством своего гениального отца, продолжал этим заниматься. Потому что я очень хочу, чтобы не мы, мы влюблены в Высоцкого, он останется в нашем сердце навсегда. А вот именно молодежь продолжала восхищаться и им, и чтобы он становился им близок. Можно Вам задать вопрос? Руководитель хора Пятницкого, прямиком, принципиально не принимает к себе на работу москвичи. Говорит, Вы не можете проникновенно петь русские народные песни. А есть ли у Вас в трупе москвичи, сколько, много, и второе, есть ли у Вас аутентичные какие-то произведения, собирается ли Вы фольклоры, общаетесь ли с фольклористами, или Вы сами пишете музыку, или исполняете готовые произведения? Спасибо. Дело в том, что наш коллектив, он как бы состоит из двух частей. В творческом плане, не в человеческом, а в творческом. Трупа одна. Но мы занимаемся, например, русской музыкой в рамках программы «Ах карнавал» или «Фрески 21 века», да, и мы ставим музыкальные спектакли с национальной тематикой. Это две разных, получилось, таких вот задачи. В той части, где мы занимались музыкой народов мира и народов России, мы использовали то, что собрано до нас. Я Вам скажу честно, были у нас попытки делать экспедиции, ездить с ними, я все-таки очень тесно связан с Мессинской академией, с консерваторией, с Ащуровым и так далее. И у нас были попытки таких вот экспедиций. Потом мы от этого отказались, потому что столько материала собрано, столько материала лежит необработано и просто мертвым грузом, что дай Господь нескольким поколениям это все хотя бы чуть-чуть вынести на сцену. Что касается первой части Вашего опроса, Шура, я ее очень уважаю, замечательный подвижник своего дела, вытащила и спасла Хорпятницкого в самые тяжелые его минуты. Я бы не говорил вот так, москвичи не москвичи. У меня действительно в коллективе большая часть провинциалов. Я собственно сам провинциал. И как бы вот не то, что я не люблю москвичей или Москву, просто наверное артисты, которые приезжают с периферии, они более активные. Вот в общей своей массе более активные. Но мне, вот у нас главный хормистер Лена Казакова, Лена Кись, сейчас по мужу, Лена Казакова, она пришла из фольклорной группы Хора Попова. И она москвичка. И ее папа был москвич, и дедушка москвич. И я вам скажу, что так чувствовать русскую музыку, как Лена, ну это надо еще очень-очень долго учиться. Приходит человек из Москвы, и если он оставляет нас равнодушными к своему творчеству, значит москвичен или не москвичен, мы ему отказываем в приеме. Но вообще, на самом деле, все последние годы, начиная с 2000-го, мы набираем спецкурсы в Академии Гнесиных. И воспитываем уже с Академии студентов под себя, под наш коллектив. Вот помимо того, что наш артист, это артист, который должен петь, играть, танцевать, играть на многих инструментах, петь на многих языках, он еще должен играть как драматический актер. Поэтому мы зовем школы-студии педагогов, которые занимаются с ними актерским мастерством всерьез. Тот, кто был на наших спектаклях, прекрасно понимает, что драматическая часть наших спектаклей достаточно высока. Это не беспомощная такая игра, знаете, музыканта, который вдруг вообразил, что он стал драматическим актером. А спектакли наши, музыкальные, там в основном авторская музыка, чаще всего моя, но авторская музыка, которая проникнута национальной спецификой. Например, «Скрипача на крыше» мы поступили немножечко по-другому. Там мы взяли самые раскрученные хиты Джерри Бока, потом взяли еврейскую национальную музыку, написали на нее новые тексты и тоже ее вставили, она влилась органически в ткань спектакля. Теперь те, кто смотрел на Бродвее «Скрипач на крыше», подходят ко мне и говорят, слушай, я смотрел на Бродвее, я вот эти замечательные произведения Джерри Бока не запомнил. Как же так? Такая прекрасная музыка. Я их не запомнил. Я говорю, да потому что это еврейская народная музыка, это не Джерри Бока. Как? И тогда люди приходят еще раз слушать, потому что уже интересно. — Владимир Васильевич, как Вы считаете, визитная карточка театра, какой спектакль, на Ваш взгляд? — Ну, Вы знаете, вот если говорить о театре, конечно, визитная карточка «Скрипач на крыше». — «Скрипач». — Да. А если говорить вообще о коллективе, то это еще и программа о карнаваде. — Ну, я как-то не разделяю это, хотя тут определенные противоречия существуют. Потому что, когда мы получили этот театр, когда мы создали, скажем, этот театр, тогда понятно было, что гастрольная деятельность уже заканчивается в стране, чего было очень жалко, потому что гастролировать мы любим. И нам пришлось осваивать театральную форму существования. И, конечно же, у нас, как это ни парадоксально, маленькая труппа для той задачи, которая сейчас стоит перед нами. Нам нужна труппа, ну, как минимум, человек, наверное, 150-200, чтобы не загонять наших актеров, потому что они очень устают, они играют много спектаклей, много программ. И им надо, в отличие от драматических актеров, музыкант не может не заниматься хотя бы часа 4 в день для того, чтобы выходить на сцену и чтобы виртуозно владеть своим инструментом. А это тоже противоречие. — А сейчас труппа сколько насчитывает человек? — Ну, сейчас у нас 70 человек артистов и обслуги примерно сотня. В общем, вот где-то так. У нас очень затратное здание. Оно построено в 80-м году, тогда экспериментировали с отоплением и так далее. И у нас воздуходувное отопление и все такое. Нам приходится там, где в нормальном театре работает один человек, нам приходится брать 10, чтобы это советское оборудование обслужить. Вот я про эту обслугу говорю. У нас есть свой дом, у нас есть один зал, второй зал, большой зал. Мы можем себе позволить экспериментировать. Слава Богу, пока еще мы не дожили до того, чтобы к нам пришел цензор и сказал, это нельзя, а это можно. Мы довольно острый на язык. Вот. Особенно я. Артисты любят прикинуться, знаете, такой вот оппозицией, да еще смелой, да еще угнетаемой. Я не могу сказать, что нас кто-то угнетает, я не могу сказать, что кто-то к нам приходит с министерства и указывает, что делать, чего не делать, как это было в советские времена. Поэтому нам комфортно с этой точки зрения. И я не знаю, как бы мы выжили вот эти 10 лет, если бы у нас не было своего здания. На телевидении нас не пускают. Не пускают не потому, что мы там оппозиция или не оппозиция. Нет, просто потому, что это засаленная колода, точно так же, как кучка негодяев присосалась к нефтяной трубе, точно так же кучка негодяев присосалась к центральным каналам. И они туда, никого не пустят. И не потому, что они меня не любят, или там еще кого-то не любят. Просто, если бы, как, знаете, один еврей прибежал и говорит, Рэба, у меня деньги пропали. Он говорит, деньги не могут пропасть, просто они не у тебя. То же самое здесь, понимаете. Я прихожу на телевидение, говорю, да вы посмотрите, да у меня Милюков, да у меня Кожикова Полина, да Маша Молчатая, да такие таланты. Да они так замечательно поют. И что? Ну хорошо, ну давайте мы там, я не знаю, на бартер там, мы вам зал будем давать, что-то, что-то. Зачем? Я понимаю, что незачем. Я со своими ребятами не ко двору. У них там своя песня, у нас своя песня, вот и все. Слава тебе, Господи, появился интернет. Вернее, не появился, а развился интернет. И это нас спасает, потому что мы выкладываем там в интернет все, что создаем. И к нам люди идут, грех жаловаться. И нам платят маленькую зарплату. Это примерно в районе 10 тысяч рублей на человека получается. А мои ребята получают 25, 30, 40, 50 и 60. Это деньги, которые мы зарабатываем нашими спектаклями, это уже наши, это называется вне бюджета. Вне бюджета. И, конечно, это вот последние годы у нас появилась возможность какая-то, так сказать, как бы лучше ребятам платить, потому что к нам просто пошел зритель. Вот и все. А если бы на нас нагрузить еще, оплачивать это все, все, нам кранчат. Мы бы не выжили. Поэтому я не хочу сказать, что вот мы были бы свободны от государства. Что нет, я на память не считаю, во-первых, что уникальное создание советской власти, это репертуарный театр. И его надо сохранить. Он уникален во всем мире. И его надо сохранить. Но его сохранить можно только при помощи разумной культурной политики государства. Без этого не выживем. Владимир Васильевич, вот вы были активным борцом против коррупции в студенческое время, да, в армии. Вы боролись против всякого рода притеснений. Вы были участниками в 2021 годах. Скажите, вот как вы относитесь к сегодняшним политическим событиям? И поддержите ли вы оппозиционеров? И вот что вообще по этому поводу? Ну, я понял вопрос. Спасибо. Что я вам могу сказать? Значит, что касается нашего театра, двери открыты для всех. Ко мне, например, когда это было... Мне вручили народного артиста, причем мне вручал его Путин. Я был обласкан властью, потому что 40 человек всего осчастливил Владимир Владимирович своей монаршей рукой. Вручил этот знак. На следующий день почему-то пришли от него люди, которые принесли мне часы от президента. И тоже сказали, что у меня юбилей. Я сказал, привет, ребята. Ну, юбилей, юбилей. Хорошо. Никакого юбилея не было. Вот один из этих генералов, которые пришли сюда, он сказал, слушай, ну так, как бы дословно, неблагодарная ты скотина, Назар. Вот президент тебе народного вручил, вот тебе, смотри, какое внимание, вот там то, а ты все там, то с Касьяновым тебя видит, то еще как-то. Я говорю, послушай, а тебя когда с работы выгонят, и ты придешь ко мне в театрный спектакль, мне закрыть перед тобой дверь? Ну, ты же уже никто. Я закрою дверь, и все. Почему я должен, допустим, того же Михаила Михайловича Касьянова, которого я знаю 20 лет, и когда у них с Ирой были одни штаны на двоих, как у нас с Лидой, да, студенческий год, и он потом рос, 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 он дошел, дорос до премьер-министра, а потом стал оппозиционером, значит, пока он был премьер-министром, двери были открыты, а как только его сняли, значит, все закрыты, и все. Ребята, театр, это церковь, то же самое, только храм искусства, да, двери открыты для всех. И здесь у нас нет оппозиции или не оппозиции. Могут точно так же приходить члены Единой России, любой партии, и, кстати, когда мне приходят с муниципалитета и говорят, Владимир Владимирович, надо бы проголосовать за Единую Россию, я говорю, ребят, стоп, стоп, вот это все за дверями театра. За кого, кто голосует за дверями, мои артисты не дураки, сами определят, за кого им голосовать. Хоть, я не знаю, за курочку рябу, пофигу, за кого я буду голосовать, я вам тоже говорить не буду, поэтому, значит, ну, не за Единую Россию точно. Нет, вы знаете, отучил. Недавно предложили баллотироваться в депутаты, поскольку, говорит, вы человек такой активный, я говорю, ребята, я уже старый, мне уже 60, я на пенсию. Мне говорят, какой из меня депутат, я до 12 ночи, до 5 часов утра не сплю, а до 12 сплю. Вот, я же прослю все заседания Госдумы. В этой части. Но я, тем не менее, поддерживаю и Лигу Избирателей, я поддерживаю движение Белых Ленточек, я был на всех митингах. Завтра пойдете? Потому что, потому что мне не все равно. Я считаю, что у нас прекрасная интеллектуальная страна. Огромное количество образованных, достойных людей. И я с ними в регионах встречаюсь, на гастролях. Я вижу, какие глаза у людей, да. Это не те, которые там и смехи грех ходят, у нас тут иногда съемки проводятся в большом зале, смехи грех, там всякие смешные люди. Таких у меня на спектаклях нет. Это нормальная, хорошая, думающая публика. И почему кто-то, неважно кто, я сейчас даже не оцениваю интеллектуальные или моральные способности ВВ или Дмитрия Анатольевича. Это как уж папа с мамой постарались, так оно и получилось. Что выросло, то выросло. Но почему кто-то, пусть даже это был бы вдруг, не дай Господь, уважаемый мною, любимый мною, академик Лихачев или Андрей Дмитриевич Сахаров, да. И он бы сказал, Володя Назаров, ты должен голосовать вот так. Я бы с протеста проголосовал бы наоборот. Хотя я их глубоко уважаю. То же самое, почему мы должны с одной стороны голосовать по указке, а с другой стороны, когда ты голосуешь, у тебя воруют твои голоса и передают партии, за которые ты не голосовал. Поэтому вот за честные выборы этот лозунг, он очень широкий на самом деле. И когда на Поклонной горе сделали другой митинг, я все время задавал ребятам, там много тоже было друзей. И артистов в том числе. Я говорю, ребят, а вы что, за нечестные выборы? Я не понимаю. Ну, вы оранжевая угроза. Да какая к черту оранжевая угроза? Причем тут оранжевая угроза? Кстати, оранжевая на Украине, я же украинец, я очень внимательно следил. Оранжевые тоже были за честные выборы, на самом деле. Они не смирились с тем, что их сфальсифицировали и все. А что касается самой этой системы, честные и нечестные выборы, то там дальше, как петелька, крючком, как вязанный свитер. Цепляется. Если честные выборы, то давайте сделаем доступ, равный к СМИ. Если честные выборы, то давайте у нас будет честный суд. Если честный суд, то давайте у нас будет демократическая система, гласность и все такое. Тут все же цепляет, только кажется, за честные выборы. А на самом деле, в общем, все глубоко. Не знаю, как мы перенесем 4 марта. Очень надеюсь, то есть старый дурак, продолжаю надеяться, что свершится чудо и действительно будут честные выборы. Скажу, что 1% надежды, но она все-таки... А она не следит, все будет следить за подкалерой. Да, да, да. Вы знаете? Я очень счастлив, что ребята вовремя подсветились и закупили такое количество камер и распилили, наверное, ненужные деньги нашим пенсионерам на вот эту всю мутотень. Но, как говорил дядюшка Джоб в свое время, да, Иосиф Виссарионович сам, не важно, как голосуешь, важно, кто как считает. Так что вот эти протоколы, которые там считают, я думаю, что все-таки будут сфальсифицированы. А как дальше съедим мы это или не съедим, вот это уже от нас зависит. Если мы себя уважаем, то, я думаю, не съедим. И вместе с тем, почему-то вот тех, кто выходил на болотные, обвиняют в том, что мы все время какую-то лодку раскачиваем. Понимаете? Вот они не раскачивают, а мы раскачиваем. Вы знаете, все-таки мне хотелось бы о чем-то говорить со зрителями. Если мы делаем «Маленький принц», то мы в любом случае в ткани этого спектакля все животрепещущие наши проблемы, нашего сегодняшнего дня затронуты. Владимир Владимирович, вопрос такой будет. О чем вы жалеете, о чем нет вот в этой жизни за свои 60 лет? О чем я жалею? О многом я жалею. Я, например, не выучил английский язык. Жалею. Собираюсь сейчас, в 60 лет начать. Мозги лечить. Я, например, плохо играю на фортепиано, поскольку в нашем городке к этому инструменту отношение было пренебрежительное. Я виртуозный музыкант на баяне, но я не кудышний, а так как я сочиняю много музыки, мне жутко мешает, что я плохо владею фортепиано. И, наверное, когда я был бы, сейчас бы вернулся, вот в то время, я бы послушался маму, которая говорила, сынок, учись, учись, учись. Понимаешь? Но я, например, не знаю, я не занимаюсь спортом, никак не могу живот согнать. Я тоже, так же и... То что? Со всеми этим спортом, но на велосипеде катаетесь? Нет, я катаюсь с нагорных лыжек, я катаюсь с верхней лыжки, это эпизодически. А вот так, чтобы утром вставать, ночью мне работается лучше. Сочиняю много. Владимир Васильевич, а вопрос, а вот как вам музыка приходит, как у вас все это происходит? О черте я знаю. Не знаете? Не знаю, ребят, вот вы знаете, честно скажу, никогда не испытывал никаких мук творчества. Есть только радость творчества. То есть вот я испытываю обалденный совершенно кайф, когда я сажусь за инструмент. И если мне идет музыка, у меня сразу начинает одновременно с темой течь слезы. Это верный признак, что я сочинил, то есть вот, что я разродился. Ну вот так. А потом уже, конечно, вступают фильтры. Фильтры – это образование, фильтры – грубозор, фильтры – это совесть и так далее и тому подобное. Чтобы, допустим, не получилось, как у студента консерватории, который очень грустил, по поводу того, что ему завтра надо сдавать этюды по композиции, а его товарищ говорит, слушай, а что ты, возьми этюды своего профессора, перепиши с конца на начало и сдай. Он говорит, я так и сделал, но получились этюды листа. Поэтому, конечно, сочиняешь, кайфуешь. Класс, потом надо с этим переспать. И понять, что ты сочинил дрянь. Или что это плагиал. Такое тоже может быть. И кто-то уже там перед ночевал. Бетховен там или Игорь Крутов. Ваши дети, они тоже при театре и при том деле, которым вы занимаетесь. И очень часто люди, связанные с творчеством, не хотят истории продолжения в детях. Аналогично. Да. Но, тем не менее, у них были попытки какие-то отколоться от вашего семейного дела? Ну, во-первых, попытки просто серьезные. Мой старший сын Артем, значит, он поступил в МГУ. И закончил МГУ. И потом, когда я уж совсем понял, что я не поверил своему счастью, что хоть один серьезный человек в семье появился, он сказал, папа меня манит запах кулись. И потом в школу-студию МХАТ. К Покровской, к Роману Козаку, Царство Небесное ему, с Евгением Брусникиным. И закончил школу-студию МХАТ. И он работает, ставит спектакли, работает как актер. Не то, что я взял там человека, который химический институт, и поставил его на сцену, давай пой. Этого нет. Все имеют высшее образование, все учатся этому, и жестко, они даже говорят, что я давлю. Что я очень сильно давлю, потому что я действительно к родственникам отношусь жестче, чем к людям, которые не связаны со мной родственные иллюзии. Мне кажется, что вот если она моя внучка, то она должна выйти и сделать на 200%, а не на тяплях. Вы казак, с казачьих территорий, по роду. Не собираетесь ли вы что-нибудь поставить казачье? С мюзикл? Вы знаете, я уже не просто казак, я казак. И какое звание было у ваших предков? У меня был дед полковником казачьего войска в Запорожской Сечи, Степан Шаровара. Запорожцы – это была особая каста, и, конечно, если бы не вышел фильм Владимира Бортка «Тараса Бульба», то я сделал бы спектакль. Я хоть мечтал об этом. Причем такой, мюзику, да, там много было бы украинской музыки, в том числе народной, в первую очередь. Но вышел этот фильм, и что-то я как-то закис. А другой темы не попадается. А вот мы поставили спектакль по драме «Лесь украинки», «Лесная песня», «Ведьма по имени Мавка». Там тоже это украинская тема, и она очень хорошо представлена. Собственно, так что вы просто вот на больной мозоль нажали. Так вы обязаны, это ваш дом. Согласен, обязан, согласен. Дорогие друзья, Владимир Васильевич и пора готовиться к концерту. А мы пойдем тогда с вами. Спасибо огромное. Спасибо.